Сегодня наша рубрика интервью посвящена медицине. Мы пригласили к разговору члена регионального штаба Общероссийского народного фронта по республике Хакасия Виктора Иннокентьевича Романова. Все мы знаем, что на прошлой неделе в Москве закончил работу форум ОНФ за качественную доступную медицину. Сегодня речь пойдет об этом. Здравствуйте, Виктор Иннокентьевич. Об итогах форума уже рассказано во многих СМИ, в местных, в федеральных. Тем много и тем и все важны. Какие лично на ваш взгляд являются самыми яркими и самыми обсуждаемыми? Все темы, которые поднимались на форуме, они были практически важны. Затронули все сферы здравоохранения, все позиции. Это начиная от наличия медицинских работников, поскольку в последнее время произошло сокращение медицинских работников как врачей, так среднего звена и младшего звена. Это вопросы лекарственного обеспечения, это вопросы высоких цен на лекарства, это вопросы снижения общей доступности медицинской помощи, это вопросы заработной платы медицинских работников, это вопросы, касающиеся импортозамещения. Острые, они необходимые. Это вопросы, из чего складывается вся система здравоохранения. И из этого перечня, то, что я сказал, выделить что-то основное довольно-таки сложно. Какая подготовительная работа проводилась для того, чтобы поехать на форум? Так же, как и все территории, Кассия подготавливалась к этому форуму. Это проходило путем встреч с жителями, мониторинга. Проверяли мы лекарственные, аптечные учреждения, лечебные учреждения, поликлиники. И касаясь этого, в основном, кардиологической помощи, поскольку 2015 год у нас является годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И итог тех предложений, которые Республика Хакасия выносила на этот форум, это итог плодотворной работы трех структур. Министерство здравоохранения Республики нашей, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и Ресформации. Их более 20 предложений. То есть, вот все то, что я говорил, они в какой-то мере, в большей или меньшей, были озвучены и предложены туда на форум. Инициативы делегации от Хакасии отличались от предложений коллег из других регионов? Самое интересное то, что практически все те вопросы, которые предлагала и выносила на обсуждение Республика Хакасия, они переплетались с вопросами, которые поступали с других территорий. Три необходимых кита, которые нужны здравоохранению нашей Республики, два из них строятся, вы прекрасно знаете, это строительство перенетального центра республиканского, это строительство хирургического корпуса Республиканской больницы, и по завершению строительства вот этих объектов Хакасия приступит к строительству радиологического корпуса онкологического диспансера, поскольку не секрет о том, что рост онкологических заболеваний идет, и одно из лечений комплекса является рентгенозлучение. На сегодняшний момент пациенты уезжают на этот вид лечения за пределы Республики Хакасия, это в основном Красноярский край, а со строительством введения в эксплуатацию радиологического корпуса мы сможем обеспечивать лечение не только жителей Республики, но и Республики Тыва и Юго-Красноярского края. Были ли вопросы, которые, может быть, делегация от Хакасии не учла при подготовке к форуму? Вы знаете, вот такого я не заметил, что-то выпало у нас, потому что, я говорю, вот те вопросы, которые острые существуют в здравоохранении, они ведь существуют по всей территории Российской Федерации, только они более-менее выражены на других территориях, какие-то больше, какие-то меньше. Поэтому что-то особенное трудно сказать. Как вообще работал форум? Форум проходил у нас 6-7 сентября. Значит, первый день форума был посвящен общественному докладу, заслушали. Потом делегаты уходили работать на площадке, которые были предварительно распределены заранее, кто из делегатов планировал и имел желание работать на этих площадках. Второй день был посещение выставки отечественной промышленности. И была встреча с лидером Общенародного Российского фронта, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который отвечал на те минимальные вопросы, которые, так скажем, ну, трудно сказать, что они острые, но, тем не менее, это немаловажные вопросы, которые играют роль в здравоохранении. Виктор Анкеневич, какие самые яркие вопросы, по Вашему мнению, обсуждались на встрече с президентом Владимиром Путиным? Это моменты яркие, но они, к сожалению, не позитивного характера, они, скорее всего, негативного характера. Это вопросы обеспечения санитарным транспортом районов севера и приравненных к северу. Это вопрос, который прозвучал на телевидении по Магаданской области. Это вопрос по увеличению количества платных услуг. То есть доступность населения в государственные учреждения снизилась. Люди вынуждены идти в платные учреждения, и это их не вполне устраивает. Значит, одно из предложений было убрать страховые компании как промежуточное звено. На что президент сказал, что страховые компании убирать не будем. К сожалению, признали то, что уже больше 20 лет в стране существует страховая медицина, но она не работает так, как она должна работать. Над этим надо работать и сменять действия. Это еще один вопрос, касающийся страховых компаний и страховой медицины в целом. Я знаю, что еще один из вопросов был вопрос монетизации льгот. По монетизации льгот я вам почему не говорю, потому что не принято решение. На площадке прозвучал вопрос о том, что вопрос, слово монетизация будет вообще убрано из обращения. То есть, таким образом, пациенты, которые нуждаются в льготных лекарственных препаратах, они должны их получать и принимать. Не заменять эти лекарственные препараты денежными знаками. Потому что не секрет то, что люди начинают злоупотреблять этим. Отказываются от федеральных льгот, получают денежные знаки. Потом приходят и получают региональные льготы. У нас было одно из предложений, чтобы вот этого не было. Если человек отказался от федеральной льготы, значит он теряет уже возможность пользоваться региональными льготами. Но на форуме ситуация стала таким образом, что вопрос монетизации будет полностью исключен. Назначили вам лекарственные препараты, пожалуйста, приобретайте, получайте, принимайте, лечитесь, выздоравливайте. Здесь же уже встает вопрос наличия в аптеках этих бесплатных препаратов. Вопрос лекарственного обеспечения – это тоже один из общих вопросов и серьезных вопросов. Поэтому он переплетается и с импортозамещением. Поэтому те фармпроизводители, которые, кстати, принимали участие на форуме, они готовы полностью обеспечивать необходимым количеством, необходимым объемом лекарственных препаратов. Поэтому это время, это работа. Кто собрался на форуме? В основном практикующие врачи или представители Министерства и ведомств? Значит, форум представлял порядка более 600 участников. Это из числа практического здравоохранения. Это руководители ведомственных учреждений и министерств. Это были пациенты, это были журналисты общественной деятельности. То есть довольно-таки широкий круг. Но можно ли говорить о том, что делегатов услышали президент, власти российские? Вопрос, услышали или не услышали, мы, наверное, будем судить по тому, какие поступят резолюции по тем предложениям, которые были предложены. А их поступило в общенародный на российский фронт порядка 500. Не все 500 будут рассматриваться. Это будет, конечно, определенное. Основной момент, исходя из форума, это вопросы кадровые. Один из моментов принятия решения о том, что программа «Земский доктор», которая существует, значит, оговорились, что срок будет неограничен. До сегодняшнего момента, значит, под эту программу попадают врачи до 45 лет. То есть здесь, прежде всего, планируется снять возрастное ограничение. И второе, населенные пункты с количеством населения в пределах 100 тысяч. То есть это будет касаться не только территорий сельских, но и малых городов. Кто попадает под эту программу, они получают миллион жилье, ну, соответственно, подъемные. И должны отработать по этой программе 5 лет. Наша республика в программу «Земский доктор» включила предложение подвести программу, включить и среднее звено фельдшера. Потому что не секрет о том, что на селе не хватает порой не только врачей, но и фельдшера. И для того, чтобы заинтересовать людей со средним образованием, вот одно из предложений республики включить в эту программу и среднее звено фельдшера, чтобы они тоже работали под этой программой. Какие-то есть уже конкретные результаты прошедшего форума? На сегодняшний день пока единственный результат – это появилось желание встретиться Росздравнадзора республиканского с нашим штабом, для того, чтобы сориентироваться по общим действиям и мероприятиям. В любом случае поручения по вопросам, которые обсуждались на форуме, они будут. Вопрос только когда и какие – это вопрос времени. Необходимо отметить то, что все те вопросы, которые обсуждались на форуме и принятые по ним решения, и вообще вопросы здравоохранения будут держаться на контроле до тех пор, до того времени, пока не улучшится ситуация здравоохранения. То есть это не один год получается. Спасибо, Виктор Накентьевич, за беседу. Напомню, сегодня гостем нашей рубрики «Интервью» был представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта по республике Хакасия Виктор Накентьевич Романов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова